Я догадался! Вы нас просто пугаете! Да? Что это ты взял? А почему вы тогда в новом платье? Так я-то еду в Москву! Это вы не едете? Это не честно, Маргарита Ивановна! Директор объявил выговоры вам и нам, а теперь вы едете, а мы нет! Васильев, ты действительно так считаешь? Да! Или прикидываешься? Я не прикидываюсь! Мне не о чем с вами разговаривать! Маргарита Ивановна, это несправедливо, Маргарита Ивановна! А несправедливость детей только обрисочает! Это вам и Сухомлинский скажет, и Макаренко! Здравствуйте! Как вот сидишь на сцене, в такой зал, чувствуешь, надо что-то сыграть, наверное, там, да? А собрались по другому поводу. Здравствуйте! Здравствуйте! Я хотела бы задать вопрос, который относится к актерскому мастерству. Актерская династия Санаевой. Это так красиво и заманчиво звучит, однако вы ее не выбрали. Ну, всего таких попыток. Пробуй себя в качестве актера, да? Их было четыре. Вот было «Чучело», была такая короткометражная работа «Три светильника» с Сафико Чаурели. Мне очень нравится из этой истории рассказывать вот что. Вот если у меня дети спросят, вот, а что такое Советский Союз? Да, я ему на одном примере расскажу, что такое Советский Союз. Значит, молодой режиссер из Эстонии, дебютант, заканчивает в ГИК. И у него дипломная работа. И он выезжает снимать в Ялту на месяц. У него там крепость, съемочная группа, массовка, рыцари, Сафико Чаурели. Ну, это у него диплом. Значит, вот сегодня ситуация немножко другая, да? Вы заканчиваете в ГИК, у вас не будет, как бы, таких возможностей. А если будет, то у вас должна быть большая тумбочка у кровати, в которой что-то хорошо лежит. Вот это была работа, потом был маленький эпизод в «Зонтик для новобрачных». Родион Нахапетов, который снимал с Баталовым. Я играл сына Баталова, такого странного немножко. Там было, по-моему, две хороших актерских сцены, но в фильме их не осталось. Когда Баталов спрашивал, значит, Никита, ты куришь? Там он находил у меня какую-то спичку. Я ему говорил, папа там... Он говорил, действительно не курит. Вот это было из... Потом был фильм немецкий, назывался он «Первая утрата». Значит, военнопленный на хуторе немецком там работает. Влюбляется в немку, она его соблазняет. Она должна была меня соблазнять по-настоящему, с постельной сцены. Ну, у режиссера с ней случился роман, и он, значит, ограничился только тем, что она так... Все осталось за кадром. Так меня она не соблазнила. Вот, собственно, таких было несколько участий в качестве актера. Я не могу сказать, чтобы мне это безумно понравилось. Вот это, наверное, самое главное. Если бы это захватило, вот если бы я подумал, что как это здорово, да, это первый момент. А второй момент, вот это, наверное, то качество, которое мне очень помогает в режиссуре и в литературе. Ну, я для актера слишком критический мыслящий человек. Я вот что-то делаю, а со стороны как будто смотрю на себя и думаю, что это вообще такое все происходит? Какой военнопленный? Почему она его так соблазняет? Это все неправильно. То есть я, ну вот, я все время со стороны это обдумываю, вот. Поэтому никак-то я не почувствовал, что это мое, вот, и вот занялся другим делом. Ну, может быть, я думаю, что дочь продолжит, потому что я думаю, что у нее как-то должно генетически что-то передаться, и если уж я не использовал, может быть, она использует. Уважаемый Павел, правда ли, что Ролан Быков был в некоторой степени вашим проводником в литературе? Учил писать сочинения? Как это происходило? Да нет, он не учил писать, он ужаснулся от моего сочинения один раз. Это было, сочинение называлось «Один день нашей Родины». Тут надо понимать, что вообще-то на «Один день нашей Родины» мне было глубоко неинтересно, скажем так. Но я должен был что-то написать. А почему неинтересно? Это тоже такой вопрос. Ну, вот, понимаете, вообще, это был какой-то там 85-й год, да? И вот ты все время слушал какие-то правильные слова. Наша Родина, она там, так сказать, самая прогрессивная, она там борется за мир во всем мире. И вот к 85-му году все это стало вызывать уже большие вопросы, тут вот что-то вот не укладывалось. И вот про это писать, соответственно, ну, какого-то огня не было. Но я знал, что надо написать правильные слова. И я писал, что, значит, вот пока в одном месте там, вот здесь в находке разогревается домно, а, значит, в Петербурге уже доят коров там, и вот что-то в этом духе, значит, я написал. И он увидел на столе это сочинение, прочитал и пришел в ужас, в абсолютное, и сказал это сочинение идиота, просто клинического абсолютного идиота, у которого полное отсутствие собственного мышления. Я хочу понять, это на самом деле так, или это просто он жертва образовательной системы. Вот тебе черепашка из ракушек, напиши про нее все, что считаешь нужным. Значит, про черепашка из ракушек мне как-то показалось интереснее, чем один день. И я про нее написал нечто более раскрепощенное. Не то, что там талантливый, а просто у меня ушли вот эти вот тиски, что я должен писать правильные слова. И его с таким облегчением, вот он это воспринял, его это так обрадовало, что приемный сын не совсем идиот, что он вознес этот рассказ до небес, и так меня за него захвалил, что он того и не стоил, этот рассказ, но просто все, Паша, он написал, он все. Я думаю, ага, значит, можно что-то еще написать, и таким образом завоевать его уважение, какое-то хорошее отношение, а там, глядишь, допоздна погулять, он не будет ругаться уже, как обычно. И я через пару недель еще что-то такое написал. Он говорит, о, опять хорошо, все, давай вот напиши мне про этот портрет на стене. Очень написал что-то про этот портрет, а потом думаю, ну, надо что-то написать уже повеселее, поинтереснее, а напишу-ка я вот историю, как бы меня бабушка купала, там уронила. Как будто была такая история. И так появилась первая глава «Похороните меня за плинтусом». Павел Владимирович, еще один вопрос, касающийся повести вашей. Вот вы ее написали, я имею в виду «Похороните меня за плинтусом». Вы ее написали, будучи взрослым человеком, а как вам удалось сохранить и передать вот именно детский взгляд на жизнь? И насколько в вас остался маленький мальчик? Спасибо. Ой, насколько остался маленький мальчик, мне трудно сказать, потому что, знаете, у меня такое ощущение, что как я себя в 8 лет ощущал, вот примерно так же я и сейчас себя и ощущаю. Ну, какой-то опыт появился, какие-то вещи по-другому воспринимаются, да, в голове что-то совершенно другое, чем в 8 лет. Потому что когда, я помню, там, даже не 8, это уже было лет 10, знаете, я собирал эти модельки немецкие, и от одной из моделек, уже собранной, там отлетела какая-то деталь, колесико какое-то или что-то, и она получилась, ну, покалеченная немножко. Я ползал по квартире часа два, искал, куда это закатилось колесико, нашел его, приклеил, и вот с ума сходилось, что моя модель теперь без колесика. Ну, и сегодня смешно, да, вот, думать, что это была ценность. Но тогда же это было безумно важно, да. Потом было время, когда там свою машину уже колесико пробило, и ты переживаешь, что, значит, вот точно так же, как тогда. Сейчас и это тоже уже не является такой причиной для переживаний. То есть, естественно, происходит постоянная переоценка ценностей. Это да, но при этом ощущение, что вот как я в 8 лет себя осознавал, вот, причем именно в 8, вот я почему-то помню, что в 8 лет я себя по-другому начал ощущать. Вот ощущение, что вот я тот же самый человек. А что касается интонации маленького мальчика, знаете, это просто когда пишешь, ну, как-то ловишь интонацию того героя, от которого ведется повествование. Скажем, если бы я там писал ту же самую книгу от лица бабушки, предположим, вот не маленького мальчика, а от лица бабушки, но я бы себя чувствовал этой бабушкой и писал бы от ее лица. Это уже просто влезаешь в шкуру персонажа. Вы пошли учиться во ВГИК по собственному желанию или по инерции? Не мешала ли фамилия? И какие остались воспоминания? Ну, получилось, в ГИК он как-то вот так вот уже говорилось, что, наверное, я туда буду поступать. Класса с 8-го, потому что я увлекался фотографией, фотографировал там, и мне какой-то профессиональный фотограф что-то подсказывал, что-то показывал. И я как-то думал, ну, раз я увлекаюсь фотографией, вроде как умею фотографировать, наверное, ну, надо же после школы будут куда-то идти поступать, вообще кем-то быть. Ну, наверное, я пойду во ВГИК на оператора. И потом, когда я снимался в Чучело, мне очень нравился наш оператор Анатолий Мукасей, мне очень нравилась вообще вся вот эта история, камера там, тележка, кран, туда его поднимают. В общем, мне казалось, что быть оператором, это, наверное, очень здорово. И вот так вот я весь 8-й класс и начало 9-го думал, что я буду поступать во ВГИК на оператора. Вот, фотограф, кстати, сказать, я очень средний, не факт, что я бы поступил на оператора. Вот, а потом я начал писать, совершенно случайно это получилось, и что-то стало вроде получаться, и, во всяком случае, совершенно точно лучше, чем фотографировать. Ну, а поскольку слово ВГИК уже как-то в голове крутилось, я подумал, ну, ладно, наверное, не на оператора, но, может быть, на сценарный. Я поступил в 87-м году, как раз начало перестройки, и могу сказать, что где-то 89-й год, когда уже все пошло в разнос, как такового учебного процесса уже не было в институте. И даже там вообще была полная путаница, там как-то так все запуталось, что я с трудом этот институт закончил в итоге, уже не думал даже выбросить, не понимая, зачем я туда хожу. Потому что, ну, например, там, скажем, преподавание литературы или там преподавание истории, оно осталось по-прежнему еще учебником, там, каким-то методическим пособием, да, а за окно посмотришь, уже совершенно явно социалистический реализм уже как-то мы не строим. Вот. Еще какие-то вещи тоже вызывали сомнения. Потом, понимаете, какая штука? Наш учитель курса, Александр Александров, он на первом нашем самом занятии ознакомительном сказал такую вещь. Учить писать нельзя. Я, говорит, не знаю, как можно научить писать сценарий. Вот пишите, что хотите. Лично ему я за это благодарен позицию, потому что, может быть, если бы он начал как-то там перекраивать что-то сразу у нас по-своему, может быть, я бы не написал потом повесть так, как я ее написал. Но если этот факт отбросить, а говорить именно о сценариях, вот тут получается, что я с ним не согласен на 100%, потому что последующий опыт учебы, скажем, на продюсерских курсах New York Film Academy и чтение американских книжек показали, что, во-первых, не только можно научить писать сценарий, а это нужно сделать, потому что если вы этого не сделаете, то никаких сценариев вы писать не сможете. И, закончив ГИК и написав уже «Похранителями за Плинтусом», который уже стал известен книжкой, все говорили, какая замечательная повесть, я подумал, что я уже ого-го, и сейчас я напишу, уж сценарий-то я напишу. И я начал писать сценарий, и этот сценарий, помню, прочитал Леонид Ермольник, я ему его подсовывал, и он сказал, что если бы я не знал, что это Паша написал, я подумал бы, что это какой-то дикий графоман, потому что сценарий был чудовищный. Он не просто был плохой, а он был чудовищный, ужасающе катастрофический. Я его переписывал ровно 13 раз, в конце концов это получился фильм «Нулевой километр», и могу сказать, что после 13 переписываний, в общем, это все равно не шедевр сценарного мастерства. Поэтому учиться писать сценарий необходимо, и, к сожалению, в Абгике это, ну, во всяком случае у нас как-то не преподавалось так, как это на самом деле нужно. Может быть, хорошо, может быть, это плохо, ну, в общем, это факт. Поэтому никаких воспоминаний, в общем, не осталось. А еще самое обидное, я когда, значит, готовился поступать, там был подростком, мама так на меня смотрела и говорила, «Пашенька, я так волнуюсь, что ты будешь поступать во ВГИК, там в общежитиях, значит, это все творческая молодежь, там такая грязь у них всякая, там они, значит, в общежитиях такое происходит, как бы тебя все это ни коснулось, а я про себя думал, «Ес, пойду». И наконец-то я познаю жизнь. Так вот, мама была абсолютно неправа. Вот вообще ничего не было. Просто до обидного ничего не было. Два раза выпили какого-то вина в общежитии, и все. А мне рассказывали такие вещи, что там просто Каллигула отдыхает, что творится во ВГИКе. И ничего подобного, никакого Каллигула я не увидел, поэтому, в общем, так как-то и ничего не запомнилось. Как вы находите актеров и есть ли у вас любимые? Для того, чтобы их находить, есть замечательная профессия директора по кастингу. Это человек, который знает всех актеров, какие опытные и свободные, подающие надежды, что с ними в этот момент происходит, почему их надо позвать. Вот пример. На нулевой километр на главную роль искали балерину, вроде бы, и которая может играть. Вроде бы была идея, что нужна для этого балерина. Сразу стало понятно, что не может балерина играть в кино, потому что они движенцы, у них все по-другому устроено. Поэтому там вот балерина – это балерина, актриса – это актриса. Значит, нужна актриса, но похожая статью на балерину. И директор по кастингу Наталья Троицкая говорит, а вы знаете, посмотрите Ходченкову, она сейчас очень похудела. Я же помню Свету, когда она играла еще «Благословите женщину», но там явно у нее не балеринская комплекция. А тут, значит, директор по кастингу знает, что с фигурой актрисы произошли некие мотоморфозы, и теперь ее можно уже приглашать на роль Барелина. Мы ее попробовали, были очень довольны, счастливы, что она у нас сыграла. Как больно потерять, все то, что ты любил, останься хоть на миг. Но ты уходишь, теперь тебе решать. Я не могу представить, как без тебя дышать. Сейчас или никогда Есть только один ответ, Мы больше не можем ждать, И делаем гайбаль. Костя! На игре у нас была задача найти такой ансамбль молодых ребят, подобрать пятерку, чтобы они были абсолютно разные, и такие вот ярко выраженные персонажи, чтобы по человеку сразу было понятно, что вот этот плохиш такой обаятельный, а этот раздолбай, а этот длинный раздолбай. Вот такие типажи, но чтобы это был интересный типаж. И в начале были такие фантастические у нас мысли, что мы найдем две группы, подберем два ансамбля. Вот у нас будет как бы, как космонавтов запускают, да, есть один экипаж, и есть второй экипаж. Вот мы подберем две пятерки и будем их тренировать, и кто лучше по результатам тренировки себя проявит, тот и будет играть. Но дело в том, что в начале съемок, как правило, съемочная группа немножко оторвана от реальности. И понятно стало очень скоро, что то, что мы себе напридумывали, вот нужно уже дальше ужимать в рамки реальности, потому что выяснилось, что мы этих пятерых с трудом нашли. Думали найти, может быть, знаете, какие-то необычные там лица, найти там кого-то из КВН, кого-то просто с улицы, кого-то из спортивной секции. Но все это отпало, потому что вот актер с третьего курса, да, молодой, он все-таки может играть что-то как-то уже. А тот, кто не с улицы, с редчайшими исключениями, типа Оксана Акиншиной, да, это все-таки только вот ты потратишь время, нервы и сойдешь с ума. Потому что эта профессия, это надо уметь делать. Сегодня наши победители получат новейшую разработку игры под названием «Виртуз». О, Димон, здорово! Куда пропал? Сегодня тоже на турнире «Пайтинг». Давай, удачи! Девушка, простите, у вас есть домкрат или гаечный ключ? Нет. Отлично. Значит, за приставание по дворе не ударишь. Максим, у меня есть парень. Здорово. Мне как раз подарили бейсбольную биту. Победа! Выхожу на тендер, дайте план. Пошла! Походим, походим, двигатель. Мам, я 30 тысяч выиграл. Слушай, сейчас такое случилось. Помнишь, у нас всех компы сгорели? Я игрушку запустил. Со мной после этого что-то произошло. Приведи этих ребят ко мне. Хочу узнать о них побольше. Как часто вы играете в компьютерные игры? Находитесь ли вы в состоянии на игре? И какая лучше, ну, самая любимая ваша игра? Да, я не играю. Не играете вообще? В игры. Значит, я играл... Ну, мы не берем совсем ранний период, когда только появились компьютеры, и была игра Пахман, там, Тетрис, да, потом Винд Коммандер. Это мы не берем. Вот уже когда более-менее современные игры, значит, начали мы подготовку к фильму на игре, я думаю, ну, надо же узнать, что такое вот игра, все, и я поставил себе биошок, ну, и на месяц я в нем пропал. Причем подготовка к съемкам шла, значит, ты утром встаешь, приезжаешь, решаешь какие-то вопросы, приезжаешь вечером в 11 часов и думаешь, ну, сейчас я минуточку вот уровень до конца дойду, а там же что-то еще открывается новое, в итоге в 4 утра ты ложишься с красными глазами, встаешь утром, и все повторяется по новой. Вот. Я могу сказать, что действительно, эти ребята слишком увлеченные в Counter-Strike рассказывали, что он так выходит из клуба и смотрит снайперов на крыше, нет? Вот это не шутка, потому что я, когда после биошока так плотно в него поиграв пару-тройку недель, вышел из Пушкинской метро и вижу на меня направленную видеокамеру, у меня первая мысль из дробовика. Ты что, серьезно? Вот первая мысль, ну, камера из дробовика. Потом думаешь, настоящая камера. Вот. Вот я его прошел до конца, снес его с компьютера и все, вот с тех пор не играю. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, есть у вас постоянная съемочная группа и в какой атмосфере вам комфортнее всего работает? Постоянной съемочной группы у меня нет по причине той, что я уже 4 года взял паузу, к сожалению, потому что занят книгой. Вот. И мне бы очень хотелось работать с той же группой, вот с которой я снимал картину на игре. И очень сложно графики подгадать, понимаете, потому что, вот я, например, вдруг завтра скажу, ой, я запускаюсь, позвоню Гурчину, а он скажет, старик, слушай, я в кипятке, в молодьбе, мы тут сейчас снимаем, тут это мы ехали сейчас сериал снимать, у нас тут еще на год работает. Слушай, он очень смешно говорит, у него такой свой язык есть, значит, свои выражения, которых ни у кого больше не слышал, это там в молотке, в кипятке, отхлевить, кипятить, кипятить, это значит активно работать. Если ты много кипятишь, находишься в активной работе, то ты в молотке. А если ты уже совсем закипятился, то ты в обмолоте. Причем можно быть еще в глухом обмолоте. Он может запросто сказать, например, такую вещь, вот там кадр ставится, да, и вот стоит там, справа стоит человек. Так, отхлевите правого кипяченца. Ну вот как не работать с человеком, который говорит отхлевите правого кипяченца. Ну, конечно, я буду счастлив. Славочка, давай туда снимем. Ну там хлева какие-то, ну что я туда буду снимать? Эту хлебность, я это нельзя. Вот туда надо снимать. Там уровень. Вот, так что. Пожалуйста, расскажите нам, какие у вас воспоминания о 90-х годах? Я об этом целую книгу написал. Они все в книге изложены. В «Хроникахе» задолбает. Ну, ощущение полного хаоса, ощущение крушения мироздания, ощущение, что «Титаник» налетел на огромный айсберг и тонет, и тонул, 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 тонул бесконечно. Вместе с тем ощущение, ну, это из негативных моментов. Еще же было очень много позитивных моментов. Вот, самое начало перестройки, 88-89 год. Знаете, там очень интересный зафиксирован факт, я не знаю, насколько это правда, там был одновременный всплеск рождаемости и абортов, что практически невозможно. Или одно, или другое, вот всегда по статистике, или рождаемость растет, или аборты растут, но не бывает, чтобы и то, и другое. Знаете, а тут было и то, и другое. То есть, видимо, был в нации такой всплеск, что вот это так и выразилось. И это очень похоже на то, потому что вот 87-88-89 год, это действительно был глоток воздуха. То есть, было ощущение, что ну просто вот сейчас мы заживем, вот что-то вот будет новое. Дальше пошла просто вразно с экономикой, дальше произошло то, что метафорично описано в книге словами одного из героев, который еще за год до крушения 91-го года сказал, что он как бы мысленно был бы на стороне ГКЧП, и он сказал, что эти гайки надо закрутить. И герой спрашивает, почему? Он говорит, понимаешь, потому что Запад это соленый водоем, а мы пресный. И между нами плотина. И если эта плотина рухнет, то воды смешаются. А какая получится вода, если смешивать соленую и пресную воду, надеюсь, тебе объяснять не надо. И сколько угодно можно писать в газетах про то, как лещам и карпам будет вольготно плавать в море вместе с тунцами, но правда заключается в том, что они тупо сдохнут. Вот это один из героев сказал. И вот это именно то, что произошло. Когда соленая вода хлынула, и все стало смешиваться, и действительно огромное количество людей, они просто как пресноводные рыбы в соленой воде, в морской, полностью были дезориентированы, потеряны, и многие физически погибли. Поэтому это до сих пор еще не залеченная травма, на самом деле, которая на нас, на всех обрушилась. Причем я считаю, что причина этой травмы не в том, что это произошло, и что как бы лучше бы этого не происходило, и травм бы тогда не было. А причина просто, что было вот куда-то вбок пошло развитие, как человека, не знаю, приучили, ну там, знаете, например, гейшам заматывали ногу, чтобы у них там была маленькая ножка. Вот ей замотали ножку, а потом сказали, а знаешь, ходи-ка ты вот в нормальной обуви на каблуках. Ну вот она вот так вот ходит, и вот так и мы до сих пор. Вот последствия замотанных ножек у нас сказываются. Но может что-нибудь отрастет. Почему вы назвали хроники раздолбая второй частью «Похороните меня за плинтусом»? Ну, назвал не я, назвало издательство, но я против этого не возражал. Значит, по очень простой причине, прекрасно понимая, что в таком потоке книжной продукции, вот там от автора «Похороните меня за плинтусом» никто не среагирует, ну, сразу, ну, среагирует, но гораздо меньше людей. Примеры этому есть. Есть автор, например, очень известной книги, да, которая была супер-бестселлером. Он написал другую книгу, и тоже там было написано везде, что это от автора той, и как-то народ так, ну, что-то он там написал другое, неважно. А потом он написал опять книгу с похожим названием, как у первой, и опять все накинулись, сказали, ну да, вот это то, что мы хотели. Поэтому, понимаете, если бы это все происходило там 20 лет назад, когда не было такого количества книг, ну, вот я сейчас, у меня утром была встреча с читателями, я захожу в книжный магазин, и от количества книг выложенных просто не то, что разбегаются глаза, глаза приходят в шок. Вот реагировать, что надо взять, почитать вот это, или вот это, или вот ту книгу, или на это обратить внимание, очень сложно, да, поэтому это как маячок, просто чтобы сориентировать людей. Это первое. Второе, что книга написана примерно в этом же стиле, так назовем его иронический реализм, да, если бы вдруг там была фантастика или такой фикшн какой-то, да, вот это было бы сто процентов, скажем так, обман читательских ожиданий и продажа там другого товара под неправильную упаковку. Это можно было бы так сказать. Но поскольку это тот же тот же самый реализм иронический и герой по возрасту абсолютно может быть выросшим Сашей Савельевым и больше того, ничего не стоило изменить имена родителей и сделать там не писать детство заново с нуля этому герою, да, сделать отсылки, написать там про бабушку, что там до 10 лет раздолбай жил с бабушкой, бабушка там то-то-то-то-то, потом бабушка умерла, ну, написать там страницу про это, да, и все. И это было бы стопроцентное продолжение, то есть комар носа не поточит. Но тогда книга лишилась бы самостоятельности, да, тогда она навсегда была бы привязана к плинтусу, и это было бы неправильно. Все-таки я писал самостоятельное произведение. Павел Владимирович, а почему вы не стали сами экранизировать свой роман «Похраните меня за плинтусом»? Мне эта книжка показалась очень нежной, особенно, когда привыкаешь к постоянным ругательствам. Я понял, да. Так сложилось. Сложилось вот почему. Я как раз снял короткометражку «Каунгский блюз», и поскольку я занял деньги на этот фильм, там, не очень большая сумма, но все-таки, мне их надо было как-то отдавать. И мне сказали, значит, слушай, у тебя хорошая книжка, это вот здесь сценарный конкурс, ты напиши сценарий по книге, и он как бы гарантированно этот конкурс выиграет, и ты получишь там каких-то, по-моему, две тысячи долларов или что-то такое, три, в общем. Как раз мне это было, чтобы отдать, там расплатиться за эти съемки. Я написал быстро сценарий по повести, вот, тем более, что это было не очень сложно сделать, поскольку драматургически там достаточно хорошо собрано. Выиграл этот конкурс, получил эти деньги, расплатился, значит, с долгом по этим своим самым первым съемкам, и дальше уже прошло пару лет, я как раз запустился с нулевым километром, и мне звонит со студии Михаил Литвак, и говорит, Паша, вот у тебя же уже есть сценарий по повести твоей, а мы сейчас как раз подаем в документы Госкино, давай мы его подадим, и ты как раз закончишь нулевой километр, и будешь снимать «Похранительная заплюнца». И я подумал, как это здорово вообще, то, что вот я прям закончу один фильм, сразу начну другой, но так получилось, что когда нулевой километр уже заканчивался, мне предложили поучаствовать в написании сценария к фильму на игре. И мне настолько в процессе работы над этим сценарием понравилась и эта команда людей, и сам проект, потому что я понял, что это будет в плане режиссуры шаг вперед для меня, просто ну потому, что это другие возможности технические, да, другой масштаб съемок совсем. А снимать камерную историю с бабушкой, опять пересказывать историю, которую я уже рассказал, вдруг вот безумно стало жалко времени на это, я просто, ну знаете как, вот вы потратили там два года жизни на что-то, вот чтобы что-то рассказать, да, а теперь вот, а еще год, еще раз, чтобы рассказать то же самое. Фильм получился немножко как с одним крылом, потому что, если спрашивают, вот в чем вы считаете успех вашей книги, да, я считаю, что ее успех в том, что у нее два крыла, это юмор и драма, да, и вот с одной стороны вроде смешно, с другой стороны драматично, и на этих двух крыльях она летит. Вот фильм, он просто с одним крылом, то есть там все в одну, в одну мрачную такую колею загнано, и вот это мне не близко, поэтому я, конечно, хотел бы немножко другой экранизации, но что получилось, то получилось. Можете по хорошему сценарию снять плохой фильм? По хорошему сценарию однозначно можно снять плохой фильм, и я даже знаю примеры, и наоборот, вот наоборот точно нельзя, вот наоборот никогда нельзя. Сценарий — это половина фильма, и замечательная история, я, к сожалению, не помню автора, не помню этого сценариста имени, но режиссер, есть такой известный американский, Фрэнк Каппера, у него был постоянный сценарист, и тот ему писал очень хороший сценарий, по которому он там снимал свои успешные фильмы, а дальше он все время сидел вот так вот на всяких встречах, и ему рассказывали, спрашивали, вот в чем секрет вашего Каппера Стач, вот ваш вот этот почерк Каппера, и он такой, ну мой почерк Каппера, значит, рассказал, и ни слова не говорил про сценариста, и когда так несколько раз произошло, тот он прислал пачку бумаги, 110 листов, чистые, значит, с подписью «Приложи-ка к этому свой знаменитый Каппера Стач». Вот, и тот сразу все понял, поэтому без сценария не может быть никакого кино, ни хорошего, ни плохого, и вообще никакого, это будет не кино. А что касается легенды про то, что в интернете был сценарий последнего кинета, якобы зрителей, вернее, не зрителей, посетителей сайта там что-то такое предлагали, это был пример коллективного творчества. Это неправда, это все было совсем не так. Если сделать вот такое коллективное творчество, некоторые люди так делали, кстати, на самом деле они делали это не для того, чтобы действительно им написали что-то хорошее, да, они делали это для того, чтобы ну как-то разогреть интерес к фильму, да, чтобы вокруг него уже пошел какой-то слух, и поэтому приглашали людей что-то написать. Получается примерно такой же бред, как в школе, когда, знаете, заворачивали бумажку, да, написали там гусь пошел там в лес и встретил инопланетянина, и дальше была полная ахинея. Вот то же самое будет. Поэтому сценарий должен писать один сценариф, но может быть их будет два. Этот готовый сценарий потом может дорабатывать специалист по диалогам, отдельно писать какие-то шутки, да, потом может дорабатывать так называемый сценарный доктор, который скажет вот здесь у вас там слабые места, надо там подтянуть. То есть на сценарий могут работать там 5, 6, 7, 10 человек, но это будет такой конвейерный, очень выверенный способ работы под контролем одного человека, скорее всего, это будет продюсер, да, и так это может быть коллективное творчество, а вот так вывесить в интернете и просить людей присылать что-то, это будет клиника. На самом деле все было по-другому. Был такой проект, назывался он «Экспедиция за фильмом», где мы решили в интернете рассказывать с первого дня о съемках, о запуске, вот как это все происходит и так далее, и так далее, и так далее. Для чего? Потому что это был дебютный фильм, и было понятно, что у него не будет там никакой рекламы, что он еле-еле пробьется там на широкие экраны и очень трудно его будет продвинуть, вот, и поэтому была вот такая идея, я специально сделал сайт «Русский Но» за год до этого, который уже стал достаточно посещаемым, и на этом сайте мы сделали вот с Рефатом, с администратором сайта и конструктором вот такой проект, где вывесили начало сценария, просто чтобы люди понимали, о чем речь, чтобы понимали, что это вообще за история. А дальше рассказывали, что вот там встретились с Гошей Куценко, уговорили Гошу Куценко на роль, вот он Гоша, вот мы так пообщались, вот такая была история. А вот мы, значит, вели пробу героини, вот пробовали такую-сякую, вот выбрали Таню Ангойц. Вот поехали искать стройку там, стройку не нашли, но вот постановщик трюков Дима Тарасенко, вот он с собачкой, значит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть писали какие-то забавные истории о каждом дне вот всей нашей съемочной истории. Вот так было. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение о сегодняшней русской литературе и современном русском кино? Ну, наверное, я начну с кино. О современном русском кино у меня хорошее мнение, потому что вообще иметь сегодня свое национальное кино это роскошь, сопоставимая со своей космонавтикой. Потому что есть гигантский монополист, это Голливуд, да, и весь мир смотрит эти картины, и своя кинетография есть только у Китая и у Индии, где жесткий совершенно протекционизм государственный, и там квота, по-моему, в Китае на, по-моему, что ли, 20 фильмов в год или даже 10, очень мало, которые они показывают, остальные там идут китайские кино, да. В Индии не только протекционизм, но там еще и менталитет у них какой-то другой, они другое кино смотрят, и больше того, они сейчас начинают снимать какое-то совершенно безбашенное кино, они снимают как бы как американское, но все равно по-индийски. И там у них, вот есть, посмотрите в интернете, найдите индейское кино, там есть одна сцена трюковая, ну там человек, значит, типа бежит от полицейских, они за ним гонятся, значит, сначала на машинах, потом на лошадях, у него застревает нога, тут едет полицейский джип, он отламывает, значит, выхлопную трубу от машины, вот так вот швыряет в джип, попадает в решетку, от того, что он попадает обломком выхлопной трубы в решетку джип, вот так вот взлетает на 10 метров, значит, улетает, тут мчатся всадники, он от них уезжает, значит, на каком-то мотоцикле, и что-то, они его ловят, привязывают его, значит, за руки, и на лошадях за собой тащат, что происходит дальше, впереди столб, они так, лошади разбегаются, я не шучу дальше, идет человек, вот так вот наматывает, его тащат кони, причем там много коней, он так вот садится, вот так вот, об столб останавливает лошадей, они все так, и-и-и-и-и, так назад все падают, красиво в замедленной съемке, столб, естественно, покосился, значит, дальше он опять вскакивает одного коня к себе, на нем скачет, и в конце есть совершенно потрясающий трюк, ну, потрясающий с точки зрения юмора, знаете, в американских фильмах есть такой известный трюк, когда мотоциклист уезжает от погони, впереди трейлер, и он так кладет мотоцикл, и на мотоцикле проезжает под трейлером, вот там то же самое с лошадью, я не шучу, это значит, вот он скачет на лошади, впереди трейлер, и он так заваливает коня на бок, конь так, и-и-и-и-и, на боку, и с верхней точки, значит, снято, причем видно, что это чучело коня, на котором сидит Савич, с верхней точки, вот так все это под трейлером проезжает, ну, они снимают такое кино, в восторге его смотрят, и как бы, ну, отлично, что. А еще, есть только у Франции, тоже, опять же, жесткий, благодаря жестким мерам свой кинематограф, и дальше мало где, и дальше, наверное, следующая киноиндустрия, это российская, которая, в общем, еще держится, и снимает фильмы, многие из которых вполне себе сопоставимы с голливудским, вот, а что касается литературы, тут сложнее, тут сложнее, потому что пишут много, пишут много всего разного, но при этом очень мало есть вещей, которые вот можно так зацепиться и сказать, да, вот это вот, вот хит, из заметных вещей все равно единицы, но это нормально, вот, литература есть, в любом случае она есть. Уважаемый Павел, ваш дебютный фильм, «Литовский блюз», был снят в Литве с литовскими актерами. Расскажите, как вам с ними работалось, ну и вообще, почему Литва и почему тема смерти? Каунаский блюз, не литовский, а каунаский блюз. С литовскими актерами мне работалось потрясающе, потому что литовские актеры вообще потрясающие. Они все трое, вот кто снимался, Донатас Банионис, Любомир Аславцевич и Масюлис, они все трое из театра Мельтиниса. Там же рядом с этим театром в Пеневежисе построена гостиница, большая специальная, потому что со всего Союза люди ездили смотреть туда спектакли, представляете, да, в Пеневежисе. И когда заходишь в фойе, там все фойе завешано фотографиями, причем Банионис почти на каждой фотографии, там вот история театра всего. И вот по этим фотографиям, да, в них же есть энергия в фотографии какой-то, вот по энергетике этих фотографий уже видно, что там были потрясающие спектакли, вот от них глаз не отвести от фотографии. Литовские актеры чем замечательные? Они какие-то очень органичные, вот знаете, говорят, вот невозможно переиграть там собаку или кошку, да, она всегда будет естественна. Вот литовские актеры, они вот как такие вот собаки и кошки, они в любой ситуации стопроцентно органичны. И это у меня был самый первый фильм, вообще самый первый опыт работы с актерами, и сразу же это был Банионис, да, и сразу же это был Масюлис, еще Катя Редникова там участвовала. Ну и в общем на первых съемках, конечно, было страшновато, вот первые два дня. Я ужасно боялся, у меня был такой страх подспудный, что я сейчас его что-то попрошу сделать, а он мне начнет говорить, что я дурак, вообще не режиссер, и он этого делать не будет. И я очень счастлив, что этого не произошло. Вот, поэтому единственный раз, когда там был его монолог длинный, когда он говорит там о жизни, о том, что жизнь закончена, и он боится смерти, и поэтому делает этот шаг, уйти из жизни. Я там как-то хотел его хитро вымученно снять, и для этого его надо было разбить на несколько кусков, этот монолог. И он сказал, нет, вот Павел, дорогой, вы знаете, вот я этот монолог сыграю одним куском. И вот это был тот случай, когда я понял, что нужно сделать, как он просит, потому что это будет правильно. Альгис, исповедуйся, исповедуйся в своих намерениях. Я хочу закончить свою жизнь, потому что она уже закончена. я понимаю, это грех. Конечно, это грех в 20 лет, в 30, в 50, но когда тебе 78, это не грех, Вильгель. Я устал. Я живу ожиданием смерти уже много лет, и я чувствую, что смерть подкрадывается ближе и ближе. Если бы я верил, как ты, что есть страшный суд, рай, загробная жизнь, но я знаю, что там пустота, пустота и ничего больше. я измучился жить ожиданием небытия изо дня в день, Вильгель. Мне проще не маяться, а шагнуть туда самому. Но и на это у меня не хватало духа. тогда я решил, что сделаю это в день, когда Лита выйдет замуж. И этот день сегодня, Вильгель. Я бесконечно благодарен Банионису, что он вообще согласился у какого-то странного заезжего дебютанта в короткометражке без бюджета сыграть главную роль. АПЛОДИСМЕНТЫ И, кстати, благодаря тому, что он согласился, согласились и остальные. Как вы считаете, в чем сила вашего современного героя в литературе и в кино? Тут, наверное, я по-другому вопрос сформулирую. Не сила, скорее, а чем он мне лично интересен, я скажу, чем его сила как персонажа. Потому что назвать, скажем, сильными людьми мальчика из похоронения за Плинтусом или назвать сильным человеком раздолбая, в общем, это неправильно. Это не Чапаев. Как персонаж, мне кажется, они сильны тем, что это один из самых таких ярких типажей характеров, так называемый андердог. Андердог, это вот американцы любят все классифицировать, типировать. Андердог, это нижняя собака в свалке собачьей, которую загнали вниз, и она должна вырваться и как-то там покусать других, победить и так далее. Такой известный типаж, огромное количество фильмов снимается с такими героями, да, Рокки, это андердог типичный, например. И один продюсер известный американский говорил, что я никогда не берусь за продюсированные картины, если герой не андердог. Вот для него это было понятно, что других героев ему даже неинтересно продюсировать. Вот в этом смысле мне точно так же интересно андердог, как персонаж. Вот раздолбает типичный андердог, и мальчик из-под Плинтуса типичный андердог. Вот в этом смысле мне кажется их силы как персонажей. Павел, я слышала, у вас есть рецепт воспитания детей для молодых родителей. Поделитесь, пожалуйста. У меня не может быть такого рецепта, потому что у меня еще ребенок не вырос, и я не могу еще видеть наглядно последствия своего воспитания. Это первый момент. Во-вторых, пока что ребенка в основном воспитывает жена. Вот то, что ей сейчас полтора года, и она на вопрос сколько тебе лет, говорит один. Это ее заслуга жены, это не моя. Я только, значит, я научил ее в восемь месяцев включать и выключать свет, вот это лично я сделал. Значит, я ее научил показывать комодского дракона. Значит, потому что жена ее научила, как говорит, значит, кошка, как говорит собачка, как говорит мышка пи-пи, как говорит, значит, поезд, вот это все научил. Я думаю, надо же тоже чему-то научить. И есть такое животное, комодский варан. Я думаю, а мы просто были с женой на Бали в самом начале наших отношений, и там этот комодский варан, он стал таким нарицательным вообще животным этого отдыха, потому что был очень смешной экскурсовод, который по дороге, пока мы ехали на какую-то экскурсию, значит, там ехать было часа четыре, из этих четырех часов он нам три рассказывал про комодского варана. И вот рассказывал все, значит, про как комодский варан размножается, как он живет, как он что, все. Потом он такой сделал паузу небольшую, и так рядом, я слышал, рядом, значит, через несколько секунд, он сказал, да, комодский варан, и женщина не выдержит, а, господи, он одержимый. И вот этот, значит, комодский варан у нас остался. И я ее решил научить, что комодский варан говорит так, ну, я ее, значит, начал учить, и говорю, а вот как делает комодский варан? Она говорит, бе-е-е, потому что варан, она уже баран знает, а варан баран, она еще не отличает. Тогда я говорю, нет, 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 это комодский дракон. И вот я ее научил, что комодский дракон делает. Вот это мне очень нравится, и всем гостям тоже, очень смешно. Пока что воспитание заключается в этом, но я думаю, что когда она чуть-чуть уже сможет воспринимать слова, я смогу научить чему-то большему. Павел Владимирович, учитывая вашу кинематографическую и литературную тягу к приключениям, хочется узнать, а с вами происходит в жизни какой-нибудь экшн? Ну, вообще, съемки кино, сами по себе. Это такой экшн, которого и на экране не всегда увидишь. И не знаю, как в Голливуде, вот в России почти каждый съемочный день начинается с того, что снимать нельзя. Ну, почему-то, когда ты приезжаешь на съемку, снимать нельзя. В фильме на игре есть такая сцена, где Максима похищают, значит, его враги, некие. Там они его похищают, заламывают ему руки, и потом хотят его сжечь в страшной печке. Вот, он такой выходит из своего колледжа, насвистывая, подъезжает джип и его похищают. Значит, в сценарии, когда мы это все написано, что они похищают, но дальше нужно придумать, как его похищают. Он же геймер, он же супер драчун, почему же он не отбился, как его похитили эти бандиты. Ну, мы сидим с постановщиками трюков и обсуждаем, значит, как будем похищать такого супергеймера. Они говорят, ну, давай дверцей вдарим его, джип подлетит, дверцу откроют, его дверцей сшибли, значит, он сознание потерял, его вырубили и погрузили, и вывезли. Хорошо, окей, дверцы. Ну, значит, как снимаем трюк? Ну, это запросто. Здесь мы отсюда, тут отсюда, тут, значит, типа так вот сымитируем, вот здесь перекроемся, и вот все, дверцы отлично, вон отыграет, и все отлично снимем. Хорошо. Записали все. Тем временем продюсер думает о своих делах, как ему сэкономить бюджет, как нам уложиться в эту смету, потому что большой продакшн. И он смотрит, джип, ага, звонит своему другу, там, Коля, у тебя вот этот джип, Nissan Armada большой, там есть еще? Да, есть. Может для съемок приехать на нем завтра? А ничего с ним не будет? Да ну нет, ну я тебе отвечаю. Ну смотри, только чтобы ни царапины, ничего. Старик, ну все, если что будет, вообще сразу. Хорошо, приезжает джип. Ну вот, собственно, сейчас мы тут дверцы, подождите секундочку, какой дверцы? Ну вот он так подъедет, мы его дверцы, а джип нельзя, дверцы бить, я должен его без царапины вернуть. Не, а как мы тогда снимать будем? А я не знаю, что вы там на подготовительном периоде с каскадерами обсуждали. Мы обсуждаем, что мы дверцы, нет, дверцы бить нельзя. И я вот помню это состояние, что я стою как баран, время тикает, а я понимаю, что я не знаю, как снимать эту историю, потому что, ну, вот мы договорились, все раскадровали, а так делать нельзя. Значит, я думаю, окей, хорошо, так, чем, 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 чем мы ударили по голове? Смотрю, там мотоциклист приехал, причем из нашей группы приехал мотоциклист, ну, помощник режиссера, значит, один, и у него шлем, я думаю, о, так, геймера можно ударить сзади по голове шлемом. Значит, приехал один из бандитов на мотоцикле, он так сбоку стоит, он выходит, его джипом отвлекут, он ему сзади по голове шлемом, значит, все, все, отлично, только нужен бутафорский шлем, потому что, если настоящим актеру ударить по голове шлемом, на этом-то наши съемки и закончатся. Значит, я подбегаю к постановщику-художнику и говорю, Володя, шлем сможешь сделать бутафорский, из пенопласта вот такой же? Володя, он говорит, ну, сделаю, конечно, только надо подумать, как? Вот, подходит и говорит, ну, короче, шлем будет через полтора часа, нужен 9 тысяч рублей, только ты иди с продюсером договаривайся, потому что их в смете нет. Я иду, значит, договариваюсь, что нам нужен шлем, сейчас, Володя, поедешь, сейчас сделает, какой шлем, зачем? Я говорю, ну, ударить по голове шлемом, да, все, у нас нет этого в смете, этого шлема. Я говорю, ну, конечно, у нас его нет в смете, потому что мы должны были бить джипом, а мы будем бить шлемом, чтобы он, значит, не поцарапался. Хорошо, придумай, как сэкономите 9 тысяч на чем-нибудь другом, и, значит, тогда он может ехать. Вот это была такая, кстати, очень, по-моему, самая правильная продюсерская позиция, да, то есть никогда не говорилось, нет, на необходимость потратить какие-то незапланированные деньги из бюджета. Говорилось, найдите, где вы их сократите, за счет чего в других статьях. Это было начало съемок, тут же мы нашли 9 тысяч, сократив там сколько-то массовки, шлем был на площадке, здесь полтора часа, мы сняли всю эту историю, вот, ну, ну, правда, последние съемочные дни мы уже досокращались до того, что нужно было устраивать бой на базе, а трупов для массовки нет. Ну, просто они кончились. И там такие разговоры, значит, звонок ассистенту по актерам, алло, Вика, скажи, у нас трупы на этот день еще остались, Павел Владимирович, вы все трупы наши израсходовали еще неделю назад, на трупов у нас больше ничего нет. В итоге, значит, а как, вот общий план, должны лежать трупы. Значит, набили каким-то поролоном и тряпками военную форму, и я помню, что, значит, я лично какую-то голову поролоновую фломастером красил, или краской, чтобы, ну, волосы. И на маленьком экране вроде все отлично смотрится. Потом сели смотреть материал уже, ну, на весь экран видно, что поролоновая голова здесь, здесь какой-то лежит буратино, значит, компьютерный график, и потом это все дорисовывали. Ну, в общем, вот такие были съемки. Но с чего вопрос-то начинался, я увлекся очень этим рассказом. С вами экшен какой-то. А, экшен. Ну, вот, собственно, вот это все сплошной экшен, я про него и рассказывал все это время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дош, ты чего? Дело сделали. Всем спасибо, все свободны. Нет, на самом деле, огромное спасибо, что пришли, очень приятно видеть заинтересованные глаза и сразу совершенно другое настроение отвечать на вопросы, да, потому что у меня, потому что у меня было много читательских встреч за последнее время, знаете, вот в разных городах по-разному, скажем, там, в Нижнем Новгороде приходят люди вот очень заинтересованные, в Питере совершенно потрясающая всегда аудитория, вот прям как сегодня, да, а в Москве несколько раз было, что ты приходишь, и сидят люди, и у них на лице написано, ну, что я пришел, что я слушать, ну, я пришел, ну, посмотрю, может, что скажут, вот, и когда ты видишь такие глаза, то только что-то внутри гаснет, совершенно не хочется, знаешь, потому что чувствуешь, что ты только энергию потратишь в холостую, да, и не хочется ничего, вот, очень приятно видеть, когда заинтересованные глаза, и ты как-то это все рассказываешь людям, которым это действительно интересно, спасибо вам за такое отношение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ